Дороги на улице Тимохина никогда не отличались хорошим качеством, вспоминают местные жители. Разбитая проезжая часть, плохие тротуары. Полгода назад на радость горожанам на одной из пешеходных дорожек наконец появился ровный асфальт. Правда, сейчас он больше напоминает стиральную доску. Мы просто вышли с ребенком гулять, выпустить ребенка уже было невозможно, потому что сама еле шла. Это сейчас вам видно только асфальтовое покрытие. Тогда был еще лед так вот колеями наделан, что самой было страшно идти, старики здесь вообще не ходили. Ничего удивительного у нас. Делают так-то. У нас везде тут вокруг испорченный асфальт, поэтому приходится как-то справляться. Ничего, ходим. Ну, во всяком случае, здесь он лучше еще, чем во дворы, если зайти. Чувствуется особенно ребенком, наверное, заметно, когда скачет по асфальту коляска. Трещины и сколы появились после работы уборщиков. Местные жители своими глазами видели, как спецтехника настолько усердно скребла тротуар, что асфальт кое-где сошел вместе с наледью. С жалобами на работу коммунальщиков череповчане обратились к властям. Специальная комиссия действительно выявила нарушения. И не только на Тимохина. От ковши снегоуборочников пострадали также улицы Любецкая, Первомайская, Красная, Октябрьский проспект и другие. Нарушения были установлены со стороны действий именно водителей уборочной техники, которые производили работы по снятию наледи на тротуарах. Фактически это была нарушена технология проведения данных работ. И действительно были повреждены в том числе тротуары, которые подверглись ремонту в 2015 году. К ответу сразу же призвали подрядчика – спецавтотранс. На предприятии признали за собой вину, провели служебное расследование и нашли виновных. На вопрос, почему водители спецтехники допустили такие грубые нарушения, ответ оказался прост. Налить на дорожках распределялось неравномерно. Поэтому там, где слой был тонкий, асфальт ушел вместе со льдом. Дорожники пообещали исправиться, как только позволит погода. Естественно, за свой счет. Мы залечим эти раны на тротуарах с помощью битума и мелкого щебня. Ну и естественно, что уплотнение. То есть постараемся эти шероховатости на тротуарах исключить. Напылением поврежденного асфальта коммунальщики займутся в мае. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.